Не утихает постпраздничный конфликт в Днепре. Сегодня здесь подожгли офис оппозиционного блока. Представители этой политсилы утверждают, что давить на них начали задолго до 9 мая. В день победы на участников марша напали неизвестные. Как реагируют на эти заявления силовые структуры? Подробнее в материале. Это видео с наружных камер наблюдения. К офису оппозиционного блока подбегают трое неизвестных. Лица скрыты капюшонами. Сначала разбивают стекло, затем льют внутрь какую-то жидкость. Поджигают и убегают. В результате пожара выгорела лестничная площадка на первом этаже. Полиция открыла уголовное производство по статье «Поджог». В оппозиционном блоке говорят, это уже не первое нападение. Накануне 9 мая неизвестные разгромили более полусотни агитпалаток политической силы. А непосредственно в день победы люди в форме нападали на участников марша. Пацаны, ты без малоглавы, ты запомнил. Сейчас в Днепре просто хватают людей на улицах, участников марша победы. Их было больше 25 тысяч человек. И говорят, мы тебя посадим. Или если ты дашь любые показания на ОПО-блок, то тогда мы тебя отпустим домой. И вопрос ведь не в судьбе ОПО-блока. Вопрос в правах и свободах. Они будут в нашей стране или не будут? Сегодня спалили офис оппозиционного блока. А завтра, если этих радикалов не остановить, то они могут спалить ваши дома. После столкновения у Монумента Славы полиция открыла несколько уголовных производств по разным статьям. Сейчас все объединили в одно – организация массовых беспорядков. О том, что удалось выяснить за два дня следствия, перед руководством облсовета отчитываются новые главы областных СБУ и нацполиции. Вот только никаких подробностей не сообщают. Данные материалы собраны. Данные расследования проводит областная прокуратура. Оперативное сопровождение проводят сотрудники национальной полиции, сотрудники службы безопасности. В ближайшее время результат вам будет доложен. Нет той эффективности, с которой мы должны это сразу все упореживально, полностью гасить. Буквально 2-3 недели я изучу оперативную обстановку в регионе, потом буду готов полностью доложить. В столкновениях 9 мая пострадали 20 человек. Сейчас в СИЗО семеро задержанных. В ближайшие дни суд должен избрать им меру пресечения. Есть ли среди них организаторы провокаций, в прокуратуре не говорят. Криминальные провожения у нас зарегистрированы за фактами хулиганства, за фактами участия в массовых заворушениях. И одна особа по перешкоджению деятельности службовой особи, которая выполнила громадский отборезок. В прокуратуре также изучают действия правоохранителей во время потасовок. Выясняют, можно было их не допустить или нет. С результатами проверок обещают не затягивать. Ольга Иванченко, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал Интерднепр.